И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Зашел я сегодня в TDM-очку в поиске годного интереснейшего контента, и, наконец-таки, спустя где-то 3-4 катки, я, наконец-таки, его нашел. Нашел я тех самых мультов, дабы продолжить все дело, которое мы начали на предыдущих челленджах. Чуть-чуть ранее мне это как-то не интересовало, но сегодня, зайдя на один супер-замечательный стрим, я увидел очень интересную ситуацию в TDM-ке, ну и сразу же отправился после этого в поиске данных супер-крутых нагибаторов. Ну и спустя, как я сказал, 3 катки, я, наконец-таки, их нашел. Я нашел этих мультов, только почему-то их двое только в данной катке. Сейчас попытаюсь их где-нибудь тут подыскать, найти, где они стоят. Вон там вот Васпик М0 стоит, да, вы видите, один с молной, и Максим. Еще один Васпик, который М0 также стоит, и такой же самый супер-мега-крутой нагибатор у нас имеется. Что же касаемо каточки, которую я увидел, которую я просто, зайдя на стримчик, просто заценил и посмотрел. Круто, ребята, делают, молодцы, умеют играть, я так вам могу сказать. Это называется, что руки вообще не то, что даже из жопы. Я не знаю, откуда они должны расти, если вы такой ерундой занимаетесь, если вы не можете реально набить звезды, но мне стыдно. Мне стыдно за тех ребят, которые не могут сделать ровным счетом просто ничего, забрасывая этих мультов в ТДМ-ки. Сейчас явно эти мульты, я не знаю чьи. Я вот именно в данной катке, ну, серьезно не понимаю вообще, зачем они здесь висят, потому что впротив не имеется тех ребят, кому должны были принадлежать данные мульты. Если я сегодня найду подобного рода контент еще в какой-нибудь такой подобной катке, то я обязательно совмещу данные фрагментики в один единый и расскажу эту ситуацию немножечко-таки поподробнее, расскажу, как я ее вообще вижу, как она с моей стороны уже начинает смотреться и вообще проглядываться. И да, к моему удивлению, в этом деле будет замешан один ютубер, который, в принципе, говорил мне, что он не имеет никакого отношения к этой всей движухе и то, что он не связан никаким образом с этими мультами. Но второй раз он появляется в этой всей фигне, и у меня уже начинаются проявляться какие-то такие определенные мысли. Не сказать, что они очень хорошо и позитивно настроены. Ну и также проглядывается еще один никнейм, поэтому я в надежде найти их. Ну а сейчас мы уберем просто каких-то пацанов. Ну, надо с этим бороться. Ребят, я понимаю, что мультов много, я понимаю, что у них аккаунтов дофига, и то, что, в принципе, то, что я сейчас уберу еще двоих, еще плюс к тому количеству, которое мы убирали до этого. Посмотрим, к чему это пойдет. Я сейчас принципиально буду постоянно катать в TDM-ках, постоянно искать, постоянно отправлять видосы, делать отчет перед вами. И, ну, надо как-то с этим бороться, хоть минимально. Я понимаю, что это не так уж много я делаю для этого всего, в принципе. Ну, попробуем, посмотрим, что у нас будет. Я надеюсь, что должно что-то проявляться в их голове, и должны как-то меняться данные движения по поводу набития звезд. Если ребята просто не понимают, если они думают, что у меня этих мультов дофига, я могу делать все, что я хочу, то не глубоко ошибаются. Если же им без разницы на те аккаунты, которые имеются, ну, тогда будем опускать их имя, будем опускать то составляющее, которое, я думаю, что можно опустить легко и просто. Аккаунты — это мелочь, безусловно, но сама личность, которая занимается всей этой ерундой, я думаю, что должна чувствовать какую-то определенную, не знаю, там, нервозность, стрессовую ситуацию, неприязнь. Что-то в этом духе должно получаться у них, и поэтому будем следить за всей этой ситуацией. Ну, а сейчас два явных наглядных мульта. Улетят у нас в блочек, посмотрим, что у них там с кармой, посмотрим, как у них там дела с этим всем делом обстоят, но минус о нем двоечку. Найдем сейчас, если еще контентик такого плана, то я думаю, что запишем еще, ну, и тогда расскажем уже ситуацию про тех ребят, которые к этому именно-таки причастны. Ну, и вот, наконец-таки я нашел. Нашел то, что я искал, наконец-таки, наконец-таки. Вот они, вот они, те ребята, которые любят покидать мультов и сразу же выкидывают, сразу выкидывают свои аккаунты. Как же красиво поступают данные ребята, прям в уважение мое сразу к ним только и только понижается. Да, не успел я, правда. Ну, вы могли заметить, что именно-таки три мульта вылетело. Владимар, Адриан, Гладиатор. И в каточке кто же у нас имеется? Ну, не знаю, каким это магическим образом здесь оказался Ветер Свободы, он же АК-47. Тот же Мистер Тигр, который также прямо-таки сейчас сливает с катки. И здесь был еще один игрок с Нигом Котш. Котш, именно-таки, доктор с клана, именно Котш, доктор. Ну, молодцы, ребята, молодцы, красиво делают. Я уверен, что я сейчас еще попикую и обязательно их найду. Будет еще видос в прикладку. Наверное-таки, если я найду его, то еще один видос, в принципе, в прикладочку к этому всему делу я добавлю. Дабы это звучало не просто как пустые слова, а дабы все это дело было видно и понятно, кто этим занимается. Ну, в принципе, для всех тех ребят, которые разбираются во всей этой движухе, то они уже поняли, к чему привязаны данные аккаунты и кому принадлежат данные мульты. Интересно. Молодцы, ребята, молодцы. Не умеют бить звезды, честно. Руки растут, не знаю, из какого места. И ничего у них, в принципе, в этом плане адекватно на гибаторске не получается. Сразу вышли перепикнуть в каточку, дабы не палиться здесь, понимая, что я уже записываю ролик. Понятное дело, что именно-таки здесь со всей этой движухой я уже имеюсь. Мистер Тигр, скажу тебе так. Слышишь ты, криворукий, я не знаю даже кто, если ты реально не можешь сделать сам все это дело, то просто напиши мне, пожалуйста, что ты криворукий донный человек, который играть в эту игру просто не умеет, честно. Сидеть и кидать мультов в ТДМ за счет этого набивая звезды, это так интересно, это так целесообразно вообще делать. Я не понимаю этих людей, я просто их не понимаю. За вами надо сидеть, следить, убирать ваших мультов, или что? Зачем вы занимаетесь ерундой? Ну, а помнитесь, ребята, ну во что вы играете? Ну зачем кидать мультов в матчмейки? Ну зачем вы этим занимаетесь? Объясните мне, пожалуйста. Ну вот серьезно, на спокойном, на спокойной ноте могу это все дело сказать, рассказать, ну а зачем? Ну вот к чему? Хоть одно обоснование тому, что вы делаете. Кидать мультов в матчмейкинг, просто додуматься в матчмейкинг, сука, кидать мультов. Это вообще что? Это как? Это зачем? Не можете набить честно звезды? А вы их намного быстрее бьете таким способом? Да я не верю, что вы их бьете быстрее. Вы бьете их с такой же самой скоростью, практически. Практически. И в итоге вы просто играете с наглыми мультами, и палитесь, и унижаетесь, и доказываете всем, что вы не умеете играть честно. Вы хотите, чтобы о вас знали? Чтобы в катках вам писали, опа-на, это этот мультовод? Ну хорошо, я сделаю так, чтобы вам это писали. Почему? Мне не сложно. Мне сложно, чтобы это все было видно. Потому что многие ребята с этим сталкиваются, и из-за этого сливают просто в чистую катки. Они не могут нормально набивать звезды. Для вас же заниматься такой ерундой, но это низко. Это низко. В этом нету никакого уважения к вам, и все те ребята, которые играют матчмейкинг, вы встречаете вот в этих вот животных, я по-другому их не могу назвать. Ну отпишите им просто, что они никчемные нобланоиды, которые не могут играть честно. Пусть они знают свое место, пусть они знают, к чему их относят, и чем они вообще всем делом занимаются. Возможно-таки я попытаюсь все это дело вынести немножко на другой уровень. Если у меня все это дело, конечно, получится, будет очень-таки даже хорошо. Не получится, жаль. Не получится, жаль. Тогда будет все, в принципе, понятно. Понятно в плане того, что в ТО... Ну как бы это доказать, да. Это тяжело доказать. Но попробовать можно. Попробую, ничего не обещаю. Получится, получится. Нет, нет. Нет, но аккаунты, конечно же, потихонечку, потихонечку будем избавлять их обороты, будем убирать этих мультов. Ну а что? А как вы хотите? Вы хотите спокойно их забрасывать? Ну нет, ребят, ну извините. Так просто у вас все это дело не получится. И что-то я совсем забыл при начале данных челленджей, что вы имеетесь, друзья мои хорошие, в ТДМ-очке, что за вами надо следить, и за вами надо их все это дело, конечно же, контролировать. Хорошо, будем контролировать. Проблем нету. Ко всему этому делу, если, ребят, вы находитесь, вернее, не находитесь, играете в матчмейкинг, играете, набиваете звезды в ТДМ-очки, если у вас есть возможность записи ролика при виде данных игроков, при виде этих мультов, обязательно делайте это, отправляйте на форум, ссылочку в описании оставлю, куда отправлять. Я думаю, что вам не сложно просто включить запись, просто написать никнейм и просто отправить их в блог. Пусть они убираются, ну а что вы хотите? Вы хотите, чтобы они спокойно продолжали делать то, что они делают сейчас? Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что они портят чересчур много нормальных, адекватных битв ребятам, которые этого явно не достойны, и поэтому надо опускать. Надо опускать таких животных. Пусть они думают, что не все так просто и не все возможно делать, как они хотят, и надо с этим каким-то образом, хоть минимальным, но бороться. Я считаю, что это будет целесообразно делать такие движения вообще в этом направлении. Ну а про ветросвобода я ничего не могу сказать. Я не знаю. Сначала человек меня убеждает в том, что он никак не причастен к данным мультам, но при этом он так же само продолжает играть вместе с ними в матчмейкинг уже на втором ивенте. Я не знаю, что это. Зачем таким заниматься и зачем себя приписывать к этому животному говну? Ну, я по-другому не могу всю эту ситуацию объяснить. Очень низко. Очень низко. И причастным быть к этой всей ситуации с моей стороны в его адрес в принципе можно тоже много чего повысказывать, но я воздержусь от этих всех высказываний, дабы... Ну, понятное дело, что сейчас, например, в данный момент это могли быть аккаунты именно-таки Тигра, потому что и в той катке он так же был и так же он присутствовал во всей этой движухе. Поэтому не стану здесь ничего такого говорить. я попытаюсь найти еще определенные каточки и посмотрим, что у нас будет именно-таки в этом плане дальше. Ну, а на этой ноте я бы хотел закончить данный видеоролик. Прошу вас обязательно написать по этому всему поводу в комментарии, что вы вообще думаете, встречали ли вы в своих матчмейкинговых боях данных игроков, мечтали ли они вам, что вы при этом в всем деле делали, нравится вам эта движуха, не нравится, думаете вообще стоит с этим бороться, не стоит, обязательно по этому поводу отпишите в комментарии. У меня на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok